Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас У нас в гостях сегодня известный гитарист Преподаватель Латвийской Академии Музыки Владимир Кудрин Здравствуйте, Владимир Здравствуйте И, как обычно, афиша на неделю 24 октября в 19.00 На мой взгляд, очень интересный концерт В церкви Святого Петра В Старой Риге Будет уникальный концерт Иоганн Себастьян Бах И Антонио Вивальди Будет звучать в исполнении Ансамбля Кантата Это ансамбль латвийского народного инструмента Коклы Шесть или семь девушек, которые играют на таком Необычном инструменте Который также похож на русские гусли И, как бы, прототип арфы Струнный щепковый инструмент И звучание очень интересное Кстати, к этому же струнному щепковому инструменту Относится клавесин И на нем будет играть клавесинистка Ива Салли Очень интересный концерт Потому что сплошь переложение музыки композиторов Баха и Вивальди Наверное, самые популярные произведения Вернее, даже не произведения А самые популярные композиторы Которые в наше время Как вы считаете, Владимир? Есть ли более популярные композиторы, чем Вивальди и Бах в наше время? Ну, может, современные ученики, ребята скажут Кого не узнают лучше, чем Баха? Ну, я считаю, да Бах, Вивальди Ну, а, кстати, вот Бах Несмотря на то, что гитара – древний инструмент И хотя прототипом была мандолина И Антонио Вивальди написал концерты для мандолины Но и гитара в то время тоже существовала Почему не писали музыку для гитары и Вивальди, и Бах? Наверное, все же, потому что их излюбленный инструмент У Баха был, конечно же, орган Для органа он сочнил наибольшее количество произведений Также он писал для скрипки, для виолончели, концерты Вивальди был скрипач Также руководитель хора для девушек Он на скрипке тоже учил Музыкальная школа, пьета Кстати, у нас Владимир также преподает в музыкальной школе Насколько отличаются работы с детьми в школе То есть это фактически азы И работа уже с высшим звеном в академии Вы там и лекции читаете, а также преподаете и гитару Правильно я говорю? Да, верно Чем отличается с детьми? Начинаешь с самых азов Стараешься их вести постепенно Усложняя задачи Усложняются произведения Вот смотришь, как они вырастают Такие прекрасные цветы В академии уже зрелые люди Которые уже пришли осознанно Получать высшее образование Чтобы идти по профессии Работать, быть исполнителями Конечно, с ними уже все по-другому Конечно, бывают ребята, которые приходят С таким, ну, довольно Ну, низким уровнем игры на гитаре Но мы пытаемся сделать За небольшое такое время Два-четыре года И у многих довольно хорошо получается Они потом становятся высокими профессионалами А вот репертуар для классической гитары Вот мы уже сказали, что Бах и Вивальди не писали С какого периода начинается оригинальный репертуар А не переложение именно для гитары? Насколько я знаю, это XVI век Потому что именно примерно с 1540 года Сохранились уже печатные издания Именно оригинальные произведения для гитары Композиторы, к примеру, Алонсо Мудар Испанский композитор То есть это больше испанская музыка Так как это, как бы, можно сказать, народный инструмент Ну, мы же знаем, да, что всегда Гитара связана с Испанией Но всегда были такие, ну, периоды упадка Или, наоборот, расцвета И гитара географически все время Ну, меняла свое местоположение По популярности То Испания, то Италия То Франция Франция вообще была таким центром культуры в Европе Именно во Франции печатались первые нотные сборники гитарной музыки Все это началось, да, с Ренессанса Ну, вот гитарная, то есть скрипичная музыка То есть, как бы, понятно, что это была светская музыка Органная музыка, духовная музыка А на гитарах где играли? Также в светских домах музицировали для знати? Или это была музыка для простонародия? Ну, в то время законодателем моды был, конечно же, король Например, Людовик XIV играл на гитаре Ну, и, конечно, все подражали Да, все начиналось, наверное, сверху И шло вот так вот Но потом все и шло и в низшие слои И есть документы, протоколы Там даже полиции, как в какой-то там деревне Был какой-то пир, праздник И, ну, люди просто подрались Кто-то ударил гитарой другого человека Действительно, да, есть такой документ И я изучал этот вопрос Какие ваши любимые произведения для гитары Которые вы чаще всего любите исполнять В своих сольных концертах? Ну, да, вы сказали, что Бах не писал для гитары Но он написал четыре сюиты для лютни Но тут такая версия, что он писал не для лютни Как прародителя гитары или родственника гитары инструмента А писал для лютнего клавира То есть это такая разновидность клавесина Но немножко другой конструкции То есть струны там защипывались немножко по-другому Ну, на нем так же играть, как на клавесине Да, то есть там клавиатура была практически такая же Да, но он отличался немного другим звуком Там, насколько я знаю, даже, возможно, были динамические градации И для гитары есть переложение всех четырёх сюит И они довольно успешно звучат На современной классической гитаре Я очень люблю исполнять эту музыку Ну, и также широкий репертуар Испанских романтиков Итальянских классиков Современная музыка Кто самый известный композитор? Вот так вот, если сказать, вот гитара и композитор То есть вот, например, орган и Бах Это понятно сразу Паганини, скрипка Когда говорят фортепиано Там, конечно, побольше Там и Лист, и Шопен Но, тем не менее, сразу А вот, когда называешь гитару Какой, в первую очередь, композитор вспоминается? У меня почему-то вспомнился Мауро Джулиани Композитор эпохи классицизма Такой очень большой популяризатор гитары Он считал себя другом Бетховена Да, и, наверное, он действительно гитарный Бетховен Потому что его музыка очень похожа на бетховенскую Ну, а, кстати, в наше время много создается произведений для гитары То есть, например, вот завтра Ой, не завтра, а в пятницу 25 октября в Большой гильдии в 19.00 Специально для Андрея Осокина Нашего известного пианиста Юрий Скарлсон написал вторую симфонию Для оркестра и клавира, фортепиано И это будет премьера в Большой гильдии Андрей Осокин будет солировать Помимо этого сочинения Также будет в программе Пётр Ильич Чайковский Франческо де Риммини И Марис Равель В симфонический вальс Скажите, а для вас кто-нибудь писал Из современных композиторов Специально для вас музыку? Ну, лично для меня сложно сказать Но для гитары Артур Смаскоц Лет пять назад Сочинил произведение Под названием «Гитара» То есть такое дал дань гитаре Это же довольно видный инструмент Вы были первым исполнителем Это сочинение, да? Ну да, я был на первом исполнении Это был юбилейный концерт Радио Хора Латвии Под управлением Сигарта Клявы И мы исполнили То есть это произведение для гитары Хора и оркестра Артур Смаскоц Это известный латвийский композитор И он уже знаком Вам, дорогие наши радиослушатели Тем, что бывал дважды На нашей культурной среде Рассказывал о своих сочинениях В принципе, о нем часто говорят И пишут, что это живой классик Который написал большое количество Академической музыки И вот, в частности, концерт Для гитары, хора и оркестра В премьере которого Участвовал наш гость Владимир Кудрин Помимо того, что я рассказала 25 октября В Большой гильдии Андрей Осокин И симфонический оркестр ЛНСО Будут исполнять премьеру Второй симфонии Для фортепиано И оркестра Юриса Карлсона Также в Домском соборе Продолжается прекрасный фестиваль Латвийская осень 2019 Там звучит только латышская музыка В эту пятницу будет звучать Язоб Виттл Майя Эйнфилде Айвард Скаллес И также Рихард Дубра Дубра, наверное, композитор Которого чаще всего Исполняет известная органистка Кристина Адамайте И она, кстати, и будет играть Этот концерт Вместе с ней будет выступать И Ива Парши Мецсопраны И артист Симонис Саксофон У них сложившийся дуэт У Симониса и Адамайте И для них писали очень много музыки Именно наши современные Латышские композиторы А вот 26 октября У нас уникальный концерт Концерт в ночи Музыка при свечах Организатором являюсь я И, собственно говоря, также я сама буду играть На органе в этом концерте А участвовать в этом концерте будет Звезда латвийской оперы Юлия Васильева-сопрана Которая исполнит Арии так называемого Итальянского Бельканте Это Джакомо Пучини Гаэтан Деницетти Винченцо Беллини Конечно же Джузеппе Верди Ну а также в этом концерте Принимает участие наш гость Владимир Кудрин И вместе с ним мы исполним Антонио Вивальди Концерт до мажор для гитары и органа А также Луиджи Баккерини Фанданго для гитары и органа Конечно, это произведение Не оригинально созданное Для такого дуэта А вот, кстати, Владимир Существуют ли какие-то произведения Которые созданы специально, например Для нашего дуэта Гитары и орган Честно, не знаю Это надо попросить каких-нибудь Наших латвийских композиторов Чтобы для нас специально написали Почему бы нет, почему бы нет Я только за Кстати, Луиджи Баккерини Известен как виолончелист Это композитор итальянского происхождения Но практически всю жизнь Проживший в Мадриде И познакомившись с известным вельможей Который был страстно увлечен гитарой Стал писать музыку для него Так и возникают произведения Те или иные То есть сначала он писал Очень много для виолончели А потом в каждое свое произведение О камерной музыке У него написано более 450 произведений А помимо этого у него есть И опера, и кантаты, и оратории Весьма плодовитый композитор Которого в наше время Достаточно редко исполняет И вот он также написал Квинтет Гитарный квинтет То есть в котором участвует Пять гитар Это фонданго Ну а после этого, конечно, сделали Уйму с различных транскрипций И в частности, вот мы с Владимиром Сделали прекрасную транскрипцию Для гитары и органа Фонданго – это такая испанская музыка Наподобие фолии Когда одна тема проходит В разных регистрах С многочисленными вариациями Но гармонически достаточно проста И, наверное, это фонданго Под него танцевали Потому что в нем такой метр Да? То есть танцевальный жанр Это и есть испанский народный танец Иногда даже хочется услышать Звучание кастаньет Если бы у нас Помимо того, что использовались Руки и ноги на органе И две руки на гитаре Наверное, мы могли бы включить Еще и кастаньеты Действительно прекрасная музыка Которая будет звучать 26 октября Музыка при свечах Первый концерт в 20.00 Билеты все распроданы Осталось немного Которые можно будет купить Только перед началом концерта А также сделали Дополнительный концерт В 22 часа И там тоже уже осталось Совсем немного билетов Вот, Владимир Насколько для вас Практика игры Двух концертов подряд Типична? И насколько она Приятна для музыканта Как исполнителя? Да, ну Было так один раз Что я исполнил Три концерта Три концерта в один день? Да, конечно, тяжеловато Ну, правда, это была тоже Камерная музыка Но в камерной музыке Ты все же немножко себя чувствуешь Комфортнее Да, ты играешь только партию Не ты один Да, и как бы Волнения даже Немного меньше Да, здесь придется солировать Потому что Владимир будет Исполнять как раз Концерт до мажор Вивальди Насколько эта музыка Хорошо ложится Для Именно для гитары Ведь в оригинале Она написана для мандолины Из струнного оркестра Ну, прекрасно ложится Все же Гитара Шесть струн У мандолины Только сколько? Четыре, да? Удобно Удобно Струнные инструменты И звучит очень празднично Нарядно Музыка светлая И виртуозная И, конечно, приглашаем вас На этот замечательный концерт 27 октября Очень интересное мероприятие В Латвийской опере В 12.00 и 18.00 Дирижер Андрис Вейсмани Представляет оперу Птичья опера Это произведение для детей И самое время познакомить И ввести в мир музыки Главным образом в мир оперы Маленьких слушателей Хотя Рекомендуют все-таки Начинать Знакомить с оперы Детей не раньше Четырех-пяти лет Потому что там есть И громкие арии И неожиданно Громкие звучания Ударных инструментов И маленькие дети Могут испугаться Вообще Это очень красочный Спектакль Потрясающие костюмы Прекрасная музыка И симфонический оркестр И певцы И поэтому Очень рекомендую Этот спектакль Для Вхождения В классическую музыку Именно в оперу Это 27.00 Октября В 12.00 И в 18.00 Кстати Сегодня После рекламной паузы К нам присоединится Еще одна гостья Из Латвии С концерт Которая расскажет нам О детских мероприятиях Для Самых маленьких слушателей Это Карина Берзеня И Которая проводит Регулярно Концерты Классической музыки Со сказками Она рассказывает Увлекательные сказки На латышском И на русском языке И Очень приятная Атмосфера Но об этом Она расскажет сама После Небольшой Рекламной паузы Мы продолжаем Нашу передачу Культурная среда И у нас в гостях Гитарист Владимир Кударин А также Музыковед Карина Берзеня Которая расскажет О детских концертах Которые проводят Латвия с концерт Здравствуйте Здравствуйте С большой радостью Да Вы сказали Что уже в ближайшее воскресенье Будет детский спектакль Расскажите Что это такое Да Значит В воскресенье В 11 часов Но это уже там Очень много публики И в час дня У нас два сеанса Как бы сказать Будет первый концерт Цикла Для самых маленьких Этот цикл проводится В спитеровском концертном зале Начинаем вот с октября И кончается уже весной И первый концерт Называется Зверята Не унимаются И с помощью Зверят Фактически Это прекрасные музыканты И симфонического оркестра И конечно же Другие Я их назову Их имена тоже Мы будем учить детей Как слушать музыку И значит у нас так Тигр Директор музыкальной школы Это главный концертмейстер Оперного нашего театра Мартин Зилберт Потом у нас Два музыкан Он играет Он играет фортепиано Конечно Да Главный концертмейстер Да Ну вот И значит Его коллеги Из лесной музыкальной школы Он директор лесной музыкальной школы Два прекрасных музыканта Нашего симфонического оркестра Это скрипач Индул из Цинтинж Он будет заяц А виолончелистка Датц Заллит Зилберт Она будет леса Играет виолончель У вас какая роль? Я просто рассказчица Я без зверьков Вы без зверьков Вы просто будете руководить зверьми Это еще не все Там у нас и Ослик Ослик тоже ударник Симфонического оркестра Эрнест Мэдинж А что интересно Что мы включили И роль маленького Ослика А это сын Эрнеста Кристерс Мэдинж Это очень знаменитая фамилия Латышских музыкантов Мэдинж Значит Ну вот так Но Самое главное Что В наш музыкальный лес Где все любят музыку И все знают Как себя вести Не знаю С неба свалился Кролик Виталик И кролик Виталик Ничего не знает Как слушать музыку Я все не расскажу А то нашим слушателям Не будет интересно И вот в конце-то концов Кролик и Виталик Все узнают Как слушать музыку И музыка Им очень и очень В конце концерта Нравится И он всегда будет Дружить с музыкой И в роли Кролика Виталика Прекрасная артистка Лайла Кирмушка Прекрасно Скажите Для какого возраста Предназначен спектакль Ну вернее концерт Это концерт Вы знаете Почему мы вообще Вот сотворили Такой цикл Потому что Не было концертов Для детей Дошкольного возраста Значит Это Это детки Детского садика Вот скажем так Вместе с мамами С двух лет С трех Какой возраст Вы знаете Это очень Очень по-разному Индивидуально Да потому что Вообще очень многие С каждым годом Ведут все Помладше детей Я знаю что у нас Даже вот Были Детки Восьмимесячники Даже так сказать Да 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 Наша Певица Йоланта Стрикайте Наша коллега В одном С Владимиром Представлении Она привела Свою Свою Дочурку Когда ей было По-моему Девять или восемь Месяцев Но она Большими глазками Музыканты Это отдельная история Ну так же конечно Когда дети привыкли Вы знаете Я заметила Что и ученики Младших классов Тоже приходят Да там Ну если там Сестричка Вот скажем Пять лет А брат В первом классе То конечно Родители ведут Обоих Какая музыка Будет звучать Вы знаете Музыка прекрасная Начинаем С триогайдна Да Так что это уже Такое начало Потом Каждый из этих Педагогов Лесной музыкальной школы Хочет себя показать И там И танец эльфов Давида Поппера Да Для виолончели Там и Полет шмеля Зайцы играет Потом Директор На фортепиано Да Директор музыкальной школы Тигр Он решает Что он хочет Показать что-то Из большой формы И там Ну конечно Не все Но начало Знаменитого Концерта Для фортепиано Норвежского композитора Эдварда Григо А потом уже Переходим Чуточку Более легкую музыку Там И Скотт Джоплин И в конце Даже Канкан Оффенбах Так что Так Но Если сказать То это все-таки Классическая музыка Ну полностью Классическая музыка По маленьким кусочкам И детки слушают И закрывают глаза Которые из инструментов Звучит Там Ну я думаю Что интересно И все дополняется Визуальными Очень красивыми Мультипликациями Да На экране Так что Это все вот так И визуально И музыкально И во всяком случае У нас В конец прошлой недели Были 6 концертов На латышском языке И я чувствую Все были довольны Я надеюсь Что так будет И на сей раз Сколько по времени Рассчитан концерт? Ну примерно 45-47 минут Ну так Как долго аплодируют Как долго аплодируют Да И вы знаете Что я еще хотела добавить Что это не только Один концерт Это вместе Еще Это абонемент Один раз в месяц Или пореже Нет Это получается Один Значит Полтора месяца Октябрь Декабрь Потом февраль И март Понятно Один раз в два месяца Сезон Четыре концерта Это у нас уже всегда Но что я хотела Напомнить Или сказать снова Что значит Наши посетители Не только слушают концерт За эту же цену Они могут купить Абонемент Который намного Конечно Выгоднее Чем отдельный концерт И значит На первом этаже У нас Маленькая комнатка Где с детьми Встречаются Педагоги Музыкальной школы Ямаха Да А во втором этаже Возле балкон У нас творческие Мастерские Вот на сей раз Это у нас были Такие Идеалисткидз Ну там меняются Они там рисуют Иногда лет Надо прийти пораньше Или это лучше Или это после Нет Обязательно надо прийти Пораньше Вот скажем Полчаса Там тогда уже Все можно Обхватить Да Хорошо А не устают детки После того Как они занимаются В творческих группах А после этого Вы знаете Они там не занимаются Часами Вот скажем Я так наблюдаю Музыкально На этой комнатке Они ну 5-10 минут Там слушают Ну у них там Своя программа Там да Церата Занимается очень хорошо И другие Эти педагоги Да Но это не так Не так утомительно Ни в коем случае Ну прекрасно Да Кто является автором Таких концертов Ведь это же Надо придумать Историю Сказку Вы знаете Перед вами сидит автор Карина Берзни Придумывает сказки Берет Приглашает музыкантов И является создателем Этих замечательных Перформансов Которые проводятся И на латышском языке И на русском И два раза в день Как раз ближайший концерт Состоится 27 октября В зале в Питере Да Для наших малышей В 11.00 И в 13.00 Как еще рассказка называется Зверята не унимаются Зверята не унимаются Там будут прекрасные музыканты И самое главное Прекрасная музыка Кстати я заметила Что Вот для русских Стали делать И в том году Уже были мероприятия И многие стали Уделять внимание Воспитанию Молодого поколения Потому что Даже Домский собор Который для нас Является Как бы Такой Эталон Органного творчества И они тоже Повернулись в сторону Детского Музыкального образования И стали Организовали Так называемая Музыкальная сумка Музыкала Сума И они делают Экскурсии И небольшие лекции Предваряя концерты Пиккола Которые проводят В 12 часов Зимой И осенью Это к сожалению Не каждый день Несколько раз В неделю Такие заявки Приходят им От школ То есть нужно Подать заявку И самое приятное Что это также Проводят на русском языке То есть дети Могут прийти Посмотреть Сам Домский собор Им проведут Экскурсию После этого Послушать концерт Пиккола Более того На концерт Пиккола Есть видеопроекция И посмотреть Как орган Как играет Органист На органе А после этого Всех детей Сопровождают Наверх К органу И есть возможность Еще посмотреть Этот потрясающий Инструмент 19 века И также о нем Гид расскажет Интересные истории Вот такие Замечательные Мероприятия Стали проводить Для детей Я хотела Спросить У нашего гостя Владимира Кудрина Который будет играть 26 октября Совсем Не детский Концерт У нас будет Концерт В ночи Один концерт В 20.00 Второй В 22.00 Насколько для вас Отличается игра В детских мероприятиях Вот именно Концерт Или концерт Для взрослых Расскажу честно Свои впечатления Вот я тоже участвую В уважаемой Карине Берзине На проектах Иногда чувствуешь себя Как перед взрослыми Слушателями Я один раз Так разумновался Говорят, что более Требовательные даже Да, дети Ты будешь так более Ответственны перед этим Что детям надо Самое лучшее Самое лучшее Впечатление оставить Да, на всю жизнь Чтобы им захотелось Еще раз Ну, конечно, приятно Даже не мешает Что они там может Пошумят Что-то поговорят Покричат Это как-то так Раскрепощает Конечно, приятно Ребятам поиграть Да, то есть это Действительно Очень необходимо То есть Насколько у вас Заполняется То есть Идут ли слушатели Вот на такие Детские концерты Или пока еще Мало знают О ваших концертах Ну, вы знаете Латышский поток Там у нас Абсолютный аншлаг Мы программу Повторяем Шесть раз Это в месяц? Нет, нет, нет Это значит Вот эта программа Зверята не унимаются А, понятно Зверя не на римстас Мы показывали ее И в субботу И в воскресенье Каждый день По три концерта А русский поток Чуточку Прихрамывает Да, вот как-то Но я могу сказать Самое лучшее В русских слушателях Они очень сердечные Очень открытые Но многие Ведут своих детей На латышский поток А, чтобы послушать Да Да, чтобы, наверное, И научиться Конечно Нам это, может быть, Не так выгодно Вот скажем Прямо Да Но всегда Детки вырастают И всегда нужны Новые Новые слушатели И поэтому Сегодня я очень надеюсь Что, может быть, Кто-то услышит Первый раз И придет к нам И, конечно, Все это Весь концерт Все участники В костюмах Так что это Такое тоже Театрализированное Представление Да, это очень интересно И самое главное Знакомство с музыкальными Инструментами Можно сказать В домашней атмосфере Потому что зал в Питере Маленький, камерный И детки сидят Никак в концертном зале В стульях На стульях Сел и не вставать Или в опере А там мягкие подушки Мягкие пуфики Можно расположиться Как удобно Если вдруг ребеночек устал Можно встать Можно выйти, конечно Когда я бывала На одном из спектаклей Концертов ваших Я помню Как раз дети Некоторые даже выходили На сцену Им было интересно Извините На сей раз Несколько детишек Будут приглашены В концерт Концерта Это такая маленькая тайна Но, может быть, все-таки Можно открыть И станут участниками Музыкального оркестра леса И у каждого будет Свой маленький Музыкальный инструмент Ну, прекрасно По-моему, нужно идти Всем детям Это 27 октября В 11.00-13.00 На русском языке Прекрасный Детский концерт Ведущая Сказку Будет читать Наша гостья Карина Берзани Что у нас еще В афише На этой неделе 28 октября В Домском соборе В 12.00 Концерт Пикколо Исполняет Музыкальный директор Домского собора Айгерс Рейнис 29 октября Опять-таки Домский собор Продолжение фестиваля Латвийская осень 2019 Где звучат премьеры А также Лучшие произведения Латышских композиторов И в этот раз Будет выступать Янис Пелше Орган И в программе Будет Помимо Латышской музыки Также будут Произведения Эпохи барокко Дифе Акегема Палистрины Очень интересная программа Вот такая у нас Культурная среда На эту неделю Мне очень интересно Еще задать Несколько вопросов Нашему гостю Владимиру Кудрину Вот мы узнали Что такие инструменты Можно сказать Традиционные Будут участвовать В детской сказке 27 октября Виолончель Скрипка Фортепиано А вот гитары Все-таки Как вы пришли К этому инструменту Кто был инициатором У вас в семье музыканты есть? Мой отец Большой любитель Классической гитары Ну скажу честно Я Потомственный музыкант Мой дед Играл В образцовом оркестре Духовом Он играл на баритоне Также являлся Очень Большим мастером Музыкальных инструментов И отец мой Тоже перенял Любовь к музыке К музыкальным инструментам И он научился сам Играть на классической гитаре У него даже сформировалась Небольшая коллекция Книг Самоучителей По этому инструменту И я где-то В районе Одиннадцати лет Уже проявил Интерес К этому Сам Под небольшим руководством Своего отца Стал Заниматься За один год уже Немножко освоился И в 12 лет Я поступил В музыкальную школу Балдарайская Музыкальная Художественная школа К педагогу Модрису Бауманису Ему привет Да Так я проучился там Шестилетнюю программу Но так как я По возрасту Уже был Ну Я закончил Где-то в районе Девятнадцати лет То Уже было довольно поздно Идти в музыкальное училище Ну и В музыкальной академии Была программа Платная Для музыкальных педагогов Работающих И я поступил В музыкальную академию В класс Юлиуса Кураускаса Из Литвы В то время у нас Столько был Из Литвы Модрис Человек Преподавал Ему Огромная Благодарность Он большой профессионал Он еще Он расширил Очень сильно Мой кругозор Вообще в музыке Научил работать Научил работать И в педагогике И в исполнительстве И вот Я уже Десятый год работаю В музыкальной школе В Юрмале Из прошлого года Я работаю Также В музыкальной академии И меня Я заповедовала Да Вроде бы вы еще В Цессе работаете В этом году Меня позвали Это уже Это виду школы Да Можно сказать Как музыкальный колледж Да Все три звена Вы уже охватили В разных городах Юрмала Цессис И Рига И помимо этого Активная концертная практика Насколько сложно Совмещать Педагогическую практику И концертную Ну да Скажу сложно Потому что Чем больше ты преподаешь Тем меньше получается Времени поиграть Заниматься Да Поэтому Когда ищешь Какие-то возможности Не знаю Какие-то ранние подъемы Практикуя Например То есть Если встать В 5 утра То у меня Было бы 3 часа в день Позаниматься Иногда конечно Это сложно Особенно с переходом На зимний период Но пытаюсь Да Это как Сезар Франк Великий французский композитор У него тоже было Огромное количество учеников Он преподавал В Парижской консерватории И для того Чтобы успевать писать Музыку Он вставал в 4 утра Да И у него было Специально 2 часа Только на творчество С 4 до 6 Он писал сочинения И кстати Одно из самых популярных Произведений Прелюдия фуга И вариация Сезара Франка Прозвучит В нашем концерте С Владимиром 26 октября Это концерт ночи Музыка при свечах В 20.00 И в 22.00 Это прекрасное сочинение Одно из самых известных Этого французского композитора И вот такой же И трудоголик И ответственный Крайний человек Потому что Он так же любил Своих учеников И как свое творчество О нем часто говорили Как папаша Франк Настолько он трепетно Относился к своим ученикам Преподавал он Импровизацию И композицию Несмотря на то Что был прекрасным Органистом Также служил в церкви Святой Клотельде И был настолько Наивным Искренним человеком Что о нем Многие говорили Достаточно трепетно И Клод Дебюсси И Марис Равель О нем отзывались Очень по-доброму Однако Известность К Сезару Франку Пришла достаточно поздно Лишь в конце жизни Когда ему Исполнилось 65 лет Была исполнена Его симфония С большим успехом И Тогда его признали Как композитор Потому что До этого Его признавали Как органиста Импровизатора Педагога Но музыку Все время Отодвигали На другой план И даже Какие-то критические Заметки Он всегда Воспринимал с любовью Потому что Он считал Что это Внимание к его музыке И написал И органы И сочинения Камерное творчество И фортепианную музыку И симфоническое творчество И лишь в 65 лет Пришло к нему признание Однако Умер он Достаточно По нелепой неосторожности Когда рано утром Спешил К одному Из своих учеников Он не заметил Мимо проезжающий кэп Который его сбил И Дал осложнение Вот эта травма На легкие Заболел пневмонией И спустя Продолжительную болезнь Скончался Такой Труженик Сезар Франк Который Также Его музыка Прозвучит 26 октября В концерте Музыка При свечах В этом концерте Можно сказать Будут звучать Сплошь Шедевры Также Еще будет Готическая Сюита Леона Бюльмана Композитор Также Французской школы Ведор Они сейчас Известны благодаря Органистам Которые Исполняют Эту музыку Есть ли Такие В гитаре Монокомпозиторы Которые Известны Сейчас Именно Благодаря Гитаре Автор Телефона Ноки Ну да Допустим Да Франциско Тараг Конечно Да Все слышат Этот звоночек Тарараром Тарараром Да Действительно Да Они взяли Эту мелодию Франциско Тараг Испанского Композитора Эпохи Романтизма Ну а многих Композиторах Гитарных Можно так сказать Конечно Да Наверное Это Хоакин Родриго Хоакин Родриго Да Конечно Он не только для гитары Со своим концертом Ну да Нет Вот эти все композиторы Которых я перечисляла И Бюльман И Видор И Вьерн Они написали Огромное количество музыки Для самых разных инструментов Но Из-за того Что существует Такой объем Такой пласт Музыки Классической Что Невозможно Исполнить Конечно Когда есть Лист Когда есть Шопен То пианисты Редко возьмут Играть Видора И Вьерна Точно так же В скрипичной Музыке И вот как раз Гитарная музыка Это Хоакин Родриго Знаменитый Оранхоевский Концерт Который Который Прославил Автора Можно сказать На века И это действительно Потрясающая музыка Которую Кстати еще Владимиру Предстоит Выучить То есть мы договорились С нашим дуэтом Исполнить вторую часть Оранхоевского концерта Уже ближе К весне Музыка Классическая Это действительно На мой взгляд Это большая радость И вот Карина Как вы считаете Вы сейчас Работаете С детской Аудиторией Насколько дети Воспринимают Вот эту классическую музыку Она взрослым Кажется сложной А ведь на самом деле Классическая музыка Она же По-моему Она все говорит Без слов Да Вот скажем Сейчас в эту Секунду Я вспоминаю Один из Таких Очень Может быть Ярких Примеров У нас был Концерт Снегурочка Снегурочка Снег болтает Он сапирует Да И значит Эта злая Злая королева Была Илона Багелла И как-то Перед Концертом Это был Один из Самых первых Концертов Родители узнали Что оперная музыка Только прозвучит На этом представлении И я как раз Проходила мимо Вот одной мам Которая Сказала Ой Оперная музыка Так мой Ребенок уснет Или так далее Это что-то такое Не очень И я подумала Ну хорошо Хорошо Я посмотрю Как он уснет И приходит Илона Значит Одетая Прекрасно Вот именно Как С этой большой Шапкой Как в книжке Знаменитой Королева Такая злая И идет И поет Из Самсона И дал Далилы Вот эту Прекрасную музыку Конечно Очень маленький Кусочек И все Она с яблоком Идет И все Детки Буквально Рот открыли И слушают Так внимательно И все В музыке И все Представления И после концерта Как раз Вот тоже Наверное Это было Не случайно Кем-то Срежиссировано Снова Стоят Вот эти Двое Папа Мама Я говорю Ну как Заснули Они сказали Вы знаете Мы Изумлены Потому что Первый раз Узнали Как это интересно Так что Наверное Это были люди Которые вообще Не были Может быть В оперном театре Ну вот как раз Вы и воспитываете Новую аудиторию Уже и для Оперного театра Конечно И к счастью Конечно У нас в оперном театре Также ставят Оперные постановки Для детей Но все-таки Для детей постарше Конечно Когда можно пойти Но вы знаете Может быть Я еще Хочу напомнить О том Что мы Латвия с концерты Организуем Очень много концертов Для школьников Начиная с первого И кончая Двенадцатым классом Все они Конечно Разделены По возрастным группам И там у нас Тысячи слушателей Буквально Прекрасно Тысячи слушателей Происходит Это все Конечно Не в спитеровском Концертном зале Уже в Большой Генеции Нет Нет Это в Доме Конгрессов А в Доме Конгрессов И после Нового года Уже в концертном зале ВЭФС Да Но в одном представлении Вместе сидят Тысячи слушателей Прекрасно И вот скажем Сейчас у нас был Первый концерт Для пятых Шестых Седьмых Девятых Классов И это был Золотой джаз И вместе с нашим Прекрасным Бигбендом Латвийского радио Вместо Вместе были Самые популярные певцы Динара Рудан Кристина Праулин Ралф Сейланс И там звучал И Лой Армстронг И Дюк Эллингтон И Глен Миллер Ну это было Просто прелесть И очень хорошо Они вели себя И когда будут Когда будут Следующие концерты И когда будут следующие концерты Такие детские Обязательно приходите К нам на передачу И рассказать Обязательно Дорогим слушателям Ну а мы заканчиваем Нашу культурную среду И ходите на концерты Классической музыки Дорогим слушателям